Карибские острова. Этот ритм – военный клич. Скоро всё вернётся на круги своя, победитель получает всё. Революция в Сент-Джоне по своей масштабности уступает разве что американской и французской революциям. Всего за одну ночь десятилетия страданий и отомщены. Мы хотели свободы, и так или иначе мы бы её всё равно получили. Был нанесён удар по самому слабому месту вражеской крепости. Наверное, самый ключевой момент в истории Сент-Джона было взятие того форта. Благодаря одной хорошо спланированной точечной атаке африканские рабы вмиг обрели свободу в новом свете. Те мужчины и женщины стали той искоркой, которая потом стала причиной гигантского пожара по всему карибскому архитилагу. Но мотивы их лидеров были не так просты. Кто к ним не присоединялся, позже становился их рабом. Из того пепла, которое оставило после себя революция рабов, мы собрали новое видение проблемы порабощения человека в 18 веке. В мире рабства нет свободных и невиновных. Моменты истории Остров Сент-Джон блестит на солнце карибского архипелага, как изумруд. Длиной в 11 и шириной в 5 километров он является частью Виргинского архипелага, как ожерелье из 8 основных и 75 маленьких островов. С 1917 года это территория США. Три пятых его земель – национальный парк. Сегодня бухты Сент-Джона – это рай для богатых туристов, но внешность бывает обманчивой. У этого рая есть прошлое. Вернемся в 1733 год. На Сент-Джоне в самом разгаре восстание рабов. Во главе восстания стоят члены африканских королевских семей, которых тоже продали в рабство. Среди них двое вождей. Они известны как король Джун и принц Акаши. Их восстание так эффективно, что на защиту встают вооруженные силы из трех колоний сразу. Сент-Джон стал первым штатом черных в Америке. Дэвид Найт – историк. Это в самом деле была первая революция черных людей в США. Даже сегодня на острове можно услышать истории о восстании от местных старейшин. Как и большинство жителей Сент-Джона, профессор Гилберт Спрауф впервые услышал о восстании от местных рассказчиков. Они говорили о времени года, когда вода становилась красной от крови рабов. Сага о восстании рабов Сент-Джона сочетает в себе как правду, так и вымысел. Это уже фольклор. Истории передаются из уст в уста. Это традиция острова. Но вопрос в том, что из этого правда. На месте раскопок под названием Синнамон-Бэй была установлена связь восстания с этим местом. С помощью добровольцев археологи Даглас Армстронг, Марк Хаузер и Кен Уайлд нашли убежище рабов 1733 года. Следы бойни, встряхнувший весь Карибский архипелаг. Следы углерода указывают на то, что, возможно, это место подожгли. Но кто это сделал? В поисках ответа на этот вопрос археологи работали днями и ночами. Но кто они? Вот в таких случаях историки должны присутствовать на раскопках и работать вместе с археологами, которые могут взглянуть на землю и подтвердить или опровергнуть известные факты. По такой схеме и стоит работать. Это место раскопок археологи открыли не случайно. Их сюда привели другие раскопки. Не так давно историк Дэвид Найт искал коллекции датских налоговых записей 18 века. Следуя этим записям, он нашел место, которое могло навсегда исчезнуть под песками времени. Я понял, что можно взять бумаги из архивов и вдохнуть жизнь в эти места и людей, когда-то их населявших. Благодаря таким раскопкам, Найт надеется воссоздать картину конфликта, историю о котором поражали его с самого детства. У этой истории о восстании на острове Сент-Джон есть все, чтобы быть хорошей сказкой. Но это все на самом деле произошло. Ради такого люди и начинают изучать историю. Датские архивы указывают на европейских рабов. Благодаря рисункам на развалинах плантации Аннаберг можно узнать об их представлении о мире. Письмена, оставленные рабами на стенах подземелья, говорят сами за себя. Сразу понятно, что он хотел выглянуть из окна и взглянуть на то, что происходит снаружи, понаблюдать за плантациями, посмотреть на бухту. Он хочет нам рассказать историю. Эти письмена одновременно и грустные, и воодушевляющие. На рисунках изображены плантации, бухты с пребывающими в них колониальными кораблями и мировой порядок, который рабы попытаются свергнуть в 1733 году. Но как они планировали свое восстание? Какие цели преследовали их лидеры? И сколько из всех рабов Сейн-Джона взяли в руки оружие? Предпосылки к революции начали зарождаться вместе с плантациями, которые со временем покрыли весь остров. В 1733-м сахарный тростник стал основным источником дохода на Карибских островах. Почему? Потому что сахарный тростник основной ингредиент милассы для европейцев это что-то новое. Из сахарного тростника также производили и ром. Жидкое солнышко Карибского архипелага пользуется спросом на всем континенте, и датчане готовы были с радостью его обслужить. Так что датчане плотно взяли из-за производства сахарного тростника. Во главе пищевой цепочки стоит счетовод датской компании Уэст-Индис, губернатор Гардерин. За ним стоят владельцы плантаций, в числе которых и его сын, Иоганн Соттман. А под ними обычные датские поселенцы. Хотя обычный термин довольно относительный. Многие были отправлены сюда за долги, а остальные бывшие воры и убийцы. Многие из них в прошлом были пиратами. Почти у всех были проблемы с законом. Их цель превратить рай в завод. Рабы вырубали сахарный тростник. Процессом этим руководили люди, известные как бомбы. Это были главные рабы, которые работали на таких людей, как Соттман. На людей, чьи сердца были не мягче кусочка сахара. Им было плевать на страдания рабов. Они думали только о том, как добыть побольше сахара. Из-за этого на земле острова живого места не осталось. Владельцы плантации периодически заглядывали на рынок на соседнем острове Сейн-Томас. Они приезжали сюда, чтобы купить плоть и кровь. Свидетель так описывает унизительный и бесчеловечный процесс осмотра раба. Они заглядывали им в рот, чтобы проверить, на месте ли все зубы. Потом осматривали ноги, бедра и руки, чтобы проверить, ничего ли не сломано. После проверки товара начинался аукцион. По нынешним меркам один взрослый раб оценивался примерно в две тысячи долларов. Детей отдавали за полцены. Они могли купить даже зародыша в животе матери. Страх, унижение и невыносимая боль. На острове Сент-Крой в форте Фредерик профессор университета Корнелла изучает деловые аспекты рабства. Таким клеймом и прижигали рабов. Клеймили их для того, чтобы можно было понять, кому принадлежит этот раб. Компании в Уэст-Инди или же какому-то определенному человеку. Прижигать людей раскаленным железом это только бизнес. Ничего личного. В те времена рабство было распространено по всему миру. И до недавнего времени никто и не задавался вопросом, правильно это или нет. В 1733 году арабский аукцион посещают иностранные гости. Это король Джун и принц Акаши, главы африканского племени Акваму. Позже в этом году они поднимут восстание. Но сейчас это последнее, о чем они думают, ведь они из королевской семьи. По крайней мере у себя дома в африканской части Атлантики. Побережье Лоуэрголд — территория племени Акваму и основной источник дохода для работорговцев. 200 лет торговли людьми сократили население Африки на 20 миллионов мужчин, женщин и детей. Рабов называли черным золотом, и они стали самым ценным ресурсом в мире. Африканские вожди видели, что европейцы делают на их народе деньги. Вскоре они захотели иметь с этого долю. Так, племя Акваму вошло в дело и в 1710 году образовалась ужасная троица. Это назвали треугольной торговлей, торговый обмен между тремя частями света — Африкой, Америкой и Европой. Африка обменивала людей на ткань, огнестрельное оружие и амуницию. Главы племени Акваму, король Джун и принц Акаши имеют со всего этого выгоду. Но они не только предприниматели, но и воины, поэтому они начинают отвоевывать соседние земли у других племен. В основном людей меняли на оружие. Но датчане покупали рабов у Африки. Откуда у них деньги? С продажи карибского рома в Европе. В итоге получается такой вот безумный круговорот. Выходит, что рабы, которые работают на тростниковых плантациях на острове Сейн-Джон, увеличивают прибыль датчан. А те, в свою очередь, покупают еще больше рабов у Африки. Одна из поговорок Акваму гласит «Король это деньги». Теперь эта поговорка стала военным кличем. Если сообщества не платили налоги, установленные племенем Акваму, на их территорию сразу вторгались. Многих казнили сразу, а некоторых продавали в рабство. Но скоро для короля Джуна и принца Акаши все перевернется с ног на голову. Их победило соседнее племя, и теперь в рабство продали племя Акваму. Короля Джуна и принца Акаши отправили в ад вслед за их жертвами. 1732 год, где-то в Атлантике. Историки называют это место средним коридором. Слишком нейтральное название для маршрута, на котором погибло столько людей. Если бы сегодня Атлантический океан высох, тот самый путь от Африки до Америки был бы виден невооруженным глазом. Это была бы дорога из человеческих костей. Угроза смерти нависает над рабами, когда их приковывают друг к другу и погружают в трюмы. Вот такие кандалы использовались в Африке. Это кольцо надевали на шею и застегивали. Оно очень тяжелое и неотшлифованное. Часто эти кольца врезались людям под кожу. За 200 лет 20 миллионов африканцев побывали в трюмах этих кораблей. Жизнь в таком трюме настоящий ад. Жарко, душно, люди болеют, кругом дезинфекция. Из этих 20 миллионов 10 не покинули трюм живыми. За кораблями постоянно следовали акулы. Потому что достаточно часто за борт выбрасывали тела рабов. После нескольких месяцев мучений в трюмах выживших людей выставляют на аукцион и продают как животных. Теперь к их рядам присоединились король Джун и принц Акаши. Годами они продавали людей в рабство, а теперь сами предстали перед датскими покупателями в качестве товара. Но скоро они поняли, что рабов здесь больше, чем европейцев. Причем больше в пять раз. На Сент-Джоне очень нужна была рабочая сила. даже в 1733 году большая часть датских земель не была подготовлена для выращивания тростника. Вообще стоит задуматься, насколько это безопасно, жить рядом с людьми, которых ты унижаешь. При том, что они численностью превосходят твой народ. вот что думает на этот счет рабовладелец острова Сент-Томас. Ты купил раба, но он такой же человек, как и ты. Приходится жить в постоянном страхе, что когда-нибудь во сне тебе перережут горло. В мае 1733 года принца Акаши и короля Джуна продают в рабство на остров Сент-Джон. Питьевая вода здесь в дефиците. Дожди идут редко. Чтобы не тратить лишних денег, землевладельцы перестают кормить рабов, и те вынуждены выращивать собственную еду. Они обустраивали земли для новых плантаций, вырубали леса, таскали на своих плечах большие деревья и камни. Непросто им было выжить. Вот что писал свидетель жестокого обращения с рабами. Можно было только посочувствовать жертвам беспощадных хозяев. Я видел, как одного раба подвесили на столбе и секли до тех пор, пока с его спины не начала слезать кожа. тростника. Когда рабы не вырубали лес, они собирали урожай тростника и выжимали из него сок для производства меласса и рома. Дэвид Найт посетил место, где рабы каждый день подвергали себя смертельному риску. Именно здесь рабы выжимали сок из тростника. Многие из них потеряли здесь руки. Чтобы тростник не выскочил из-под этого вала, его нужно было придерживать рукой. Часто случалось так, что рука попадала под вал вместе с тростником. На этот случай рядом всегда держали топор, чтобы отрубить человеку руку, чтобы его не затянуло туда полностью. А когда рабы не выжимали сок, они 13 часов в сутки вырубали тростник на плантациях. Позже ситуация еще более ухудшилась. Казалось бы, куда уж хуже. Король Джун и принц Акаши пережили два урагана, нашествие саранчи и засуху, и все это за одно лето. К концу 1733-го многие рабы начинают умирать от голода. Некоторые выбирали суицид в качестве альтернативы смерти от голода и наказания. Остальные, в том числе и королевская семья, продолжали терпеть издевательства со стороны рабовладельцев. По ту сторону кнута были люди, ослепленные расовой ненавистью, поэтому они и не видели интеллекта в глазах своих рабов. Лидеры Акваму начали планировать революцию. Другие сразу взялись за дело. Единственным их оружием было знание природы. Рабы поняли, что на острове Сейн-Джон растут почти те же растения, что и в Африке. Мы ищем лекарственные растения из Африки. На развалинах Синнамон Бэй, Кен Уайлд и Дак Армстронг нашли следы целебных трав. Находки указывают на то, что для того, чтобы выжить в тропиках, колонисты начали применять африканские целебные травы. Но, судя по запискам Датчан, такого рода единение с природой могло привести к непоправимым последствиям. Достаточно немного ошибиться с рецептом, как черепаший суп станет ядовитым. В 1733 году отравление стало основной причиной смерти на острове Сен-Джон. У жертв не оставалось выбора. Нужно ведь было чем-то питаться. Яды действовали так, что симптомы отравления были схожи с тропическими заболеваниями, которые на Карибских островах были нередки. Французский священник Пьер Лаба писал, «Сама манера такого рода преступления делала его практически нераскрываемым. У нас были подозрения, но не было доказательств». Некоторые африканцы действовали тайно, другие искали обходные пути. Рабы, работающие на плантациях, сбежали в джунгли Сен-Джона. К концу 1733 года происходит нечто невообразимое. Рабы хорошо обустроились на другой стороне острова и создали там свою общину. Теперь рабовладельцы окружены отступниками, численность которых превышает их число в пять раз. Они понимали, что против них устраивается заговор. Даже рабы, которые на них все еще работали, уходили ночью в лес навстречу с беглыми рабами. Колонисты начали нервничать. И что теперь? Что бы вы сделали, если бы были на изолированном от мира острове, окруженные людьми, которые вас ненавидят? Стоит начать переговоры, но нет, датчане ничего перед собой не видят. Губернатор Гарделин издает новый указ о наказании рабов, планируя испугать африканцев и заставить их сдаться. 19 параграфов нового закона полностью развязали руки рабовладельцам, позволяя им как угодно мучить и пытать своих слуг. Раба, который попытается отравить своего хозяина, будут три раза прижигать раскаленными клещами, затем ему сломают все кости. Если раб попытается убежать, ему поставят клеймо на лоб, и он получит сто ударов кнутом. Каждому пойманному рабу отрежут ногу. Если же хозяин простит его, ему отрежут ухо, и он получит 150 ударов кнутом. Раб, который поднял руку или пригрозил белому человеку, будет повешен. Если белый хозяин его простит, рабу отрубят руку. Гардалин планировал таким образом усмирить рабов и вселить в них страх. Но вышло так, что все получилось как раз наоборот. Рабы проигнорировали его угрозы. Многие, рискуя потерять ногу, к концу 1733 года на острове воцарилась анархия. все поселенцы были напряжены. Они знали, что что-то скоро произойдет, только не ясно, насколько скоро. Король Джун и принц Акаши вместе со своими соплеменниками решили взять все в свои руки. У них было самодельное и краденое огнестрельное оружие. Они начали разрабатывать план восстания. И, как ни странно, в картине нового мира, которую они себе представляют, есть место и рабству. Это удивительно, насколько глубоко идея рабства пустила корни в сознание каждого человека 18 века. И хозяин, и раб считали идею владения человеком вполне приемлемой. Разумеется, в их новом обществе было место и рабству. Рабство было на всем континенте. Северная, Восточная, Южная Африка. Рабство было и в Саудовской Аравии и в Европе. Просто так был устроен мир, у людей была жизнь, они хотели свободы, они получили свободу и сразу поработили других. Нормальная по тем временам модель общества. Африканские лидеры Сейн-Джона хотели вернуть свою свободу. Арабство никуда не денется, просто хозяева сменятся. в их планах было взять остров под свой контроль и править. А всех, кто пошел бы против них, они бы сделали своими рабами. Сбежавший король-джун и принц Акаши двигались от лагеря к лагерю, готовя восстание. Чтобы их статус не ставили под сомнение, они обращаются только к своим людям из племени Акваму. Их цель заново построить свои королевства, только уже не в Африке, а на краю нового света. Но как организовать такое восстание? Как рассказать о своих планах всем африканцам, сбежавшим в джунгли и тем, кто остались в рабстве? Просто способ старый, как сама Африка. Каждый африканец Сент-Джона знал, как сделать барабаны и как передавать сообщения через ритм. Барабанщик Эдди Брюс эксперт в области африканских ритмов. Барабаны постоянно использовали для передачи сообщений. В зависимости от ритма племена понимали, приглашают ли их на свадьбу, похороны, празднества или же вызывают на войну. Вполне вероятно, что они организовали восстание благодаря ритмам, сообщали друг другу, где находится враг, с какой стороны его лучше обойти, ну и так далее. Это, к примеру, простой призыв к оружию. Теперь, когда всем стало известно о планах, король Джун и принц Акаша могут обдумать последние детали. План у них амбициозный. После покорения Сент-Джона они захватят соседние острова Тартолу и Сент-Томас. Все, что стоит у них на пути, это жалкая пародия датчан на военный пост, ведь всех их сослали сюда за плохое поведение или того хуже. Бывший губернатор Эрик Брэдл отзывается о них так. Они отбросы, и доверять им явно нельзя. Они так напиваются, что падают со стен укрепления. Некоторые даже насмерть разбивались. Этим королям вечеринок было настолько плевать на все, что они даже не скрывали своего пьянства. Здесь мы нашли донышко бутылки ликера 18 века, а чаще всего здесь мы находим трубки. видимо, каждый солдат курил трубку, так они могли не спать по ночам, да и было чем заняться на посту. И пока солдаты пьют и курят, кто-то в джунглях хочет перерезать им горло. Утром 23 ноября принц Акаши и король Джун выбирают две цели. Первое. Землевладелец Иоганн Соттман. Видимо, рабы знали, что он был тесно связан с губернатором, поэтому они отомстили за новый закон об обращении с рабами. Теперь кнут в других руках. Расовая ненависть хозяина сменилась жаждой мести раба. Тем временем, несколько рабов, как обычно, доставили в форт ветки для розжига, но на этот раз в них спрятаны острые ножи. археологи археологи нашли несколько ножей на месте раскопок Синнамон Бэй. Этот нож для тростника мы нашли недалеко от берега. Даглас Армстронг, археолог. Такими ножами рубили тростник, то есть у каждого раба было по такому ножу. Теперь этот нож используют с другой целью. Соттман, близкий советник губернатора, убит. Четыре часа утра 23 ноября 1733 года. А в ближайшем форту восставшие рабы нападают на стражу. Племя Акваму победило датские войска. Все огнестрельное оружие и боезапасы украдены. Взятие форта это результат ненависти африканцев к своим белым хозяевам. Только один датчанин остался в живых. Повстанцы уже забрались на стены форта. Король Джун стреляет из датской пушки. Это сигнал. Надеюсь, она не заряжена. Так зачем стрелять из пушки? По двум причинам. Во-первых, это сигнал другим повстанцам, что восстание началось. Во-вторых, они знали, что датчане стреляют из пушки, чтобы в экстренных случаях подозвать к форту всех землевладельцев. Только на этот раз они придут прямо в ловушку. Взяв огнестрельное оружие из форта, племя Акваму делится на два отряда. Первый должен охранять форт и окрестности плантации Коралл-Бэй. А второй отряд пойдет на северный берег, чтобы напасть на оставшихся поселенцев. То есть, они двигаются по флангу. Поселенцы отходят к центру острова, и там их ловят повстанцы. К 23 ноября, к заходу солнца, вся восточная часть Сайн-Джона уже была под контролем мятежников. Два столетия спустя археологи делают удивительное открытие в Синнамон-Бэй. Найденные там предметы указывают на то, что эти руины в самом деле были убежищем рабов. Мы нашли здесь каури. Это ракушки, которые заменяют деньги в Восточной Африке. Их нашивали на одежду и использовали как украшение. Раз мы нашли их здесь, то можно предположить, что они попали сюда из Африки. Помимо артефактов, ученые нашли кое-что, что позволило им установить точную дату этих руин. Армстронг и его люди нашли слой пепла, значит, это укрепление сгорело. А теперь надо взять образцы. Кладите в пакет. Образцы пепла пошлют в лабораторию для анализа, чтобы узнать, горело это укрепление во время восстания или нет. Анализ выявил, что оно горело в 1733 году. Значит, убежище было сожжено. Но кто его поджег? В архивах говорится, что некоторые колонисты поджигали свои дома, чтобы их собственность не попала в руки мятежников. Но здесь явно жили африканцы. Они что, сами подожгли свое жилище? На этот раз ответ нашли не в земле. Его дали сами датчане. Просматривая датские архивы, Дэвид Найт наткнулся на интересный вариант. Судя по записям, Синнамон Бэй атаковали и подожгли мятежники, а не колонисты. Но зачем им уничтожать дом, который они сами могли занять? Ответ пролил серый свет на войну, которую раньше все считали черно-белой. Восстание всех устраивает перспектива восстания, а особенно жителей Синнамон Бэй. Некоторых колонистов предупредили о восстании их собственные рабы. на острове наверняка было много рабов, которые стали таковыми из-за племени Акваму. Наверняка поэтому они не хотели участвовать в восстании. Благодаря рабам некоторые колонисты успели покинуть остров до восстания. Многие рабы даже остались чтобы защитить плантации. Зачем? Видимо это было в их интересах. Они все-таки внесли свой вклад. Им было что терять. Со временем у них появилось чувство что это их земли, их дом. Возможно у них даже были личные отношения с их хозяевами. Изучив этот вопрос глубже ученые узнали что восстание рабов началось с очень маленькой группы людей. Из 1200 рабов на Сент-Джоне в восстании приняли участие около 120-140 людей, а это всего лишь 10% от всех рабов на острове. Преданные рабы должны были бежать, ведь мятежники подходили все ближе. когда началось восстание, эти люди отказались к нему присоединяться. Напротив, они начали сопротивляться, в итоге их дома сгорели. Обыскав дом на наличие еды, мятежники поджигают его. Судя по всему, это был не единичный случай. Сопротивление рабов мешает мятежникам. Им приходится воевать на два фронта сразу, гнаться за колонистами и поджигать плантации. Африканцы против европейцев, рабы против мятежников, но на этом ирония не заканчивается. Весть о восстании наконец доходит до губернатора соседнего острова Сейн-Томас. Уцелевший в этой бойне датчанин сообщает ему, что форт пал. Гарделина осталось мало солдат, поэтому он разбавляет их ряды наемниками. Для них цвет кожи не важен, главное, какого цвета у вас деньги. Они стояли на защите государства, потом их наградили собственностью, конфискованными плантациями. их называли войском свободных негров. Это были освобожденные рабы. Вскоре они направились на остров Сейн-Джон, чтобы обезвредить африканских мятежников. Племя Кваму планирует самую мощную атаку на земли владельцев. Ясно, что колонисты были бессильны. Ситуация напрочь вышла из-под контроля, и это ощущение победы еще больше укрепляет дух африканцев. Колонисты отправили свои семьи с острова, и все оставшиеся мужчины собрались на плантации Питера Дерлу. Ночь была напряженной. Они не знали, где мятежники, сколько их осталось, и когда они атакуют. Фактически это поле боя. В 3 часа дня мятежники начали атаку. Африканцы партизу. Африканцы ведут партизу. партизанскую тактику боя. Даже зимой они не теряют контроль. Хотя с таким климатом они раньше не сталкивались. Сент-Джон стал первым черным американским штатом. Это была и первая черная революция в истории Америки. Узнав о том, что колонисты Сент-Джона уже готовы сдаться, датский губернатор Гарделин в отчаянии. 21 марта он просит французское правительство Мартинике о помощи. У меня такое чувство, что скоро случится нечто непоправимое. Если вы, конечно, не окажете милость и не поможете нам подавить восстание. Нельзя позволять рабам вытирать о нас ноги. В апреле 1734 года французский командующий Лонгвиль прибывает на Сент-Джон с войском свободных негров. Во главе их стоит капитан, известный своей решительностью и беспощадностью. Минго Тамарин. Сегодня слово Минго это ругательное слово. Так называют предателей. Неделями африканцы охотятся на африканцев. Войско свободных негров охотятся на мятежников. По иронии судьбы восстание африканцев подавили африканцы. 4 мая 1734 года. Одна из последних групп мятежников понимает, что бежать уже некуда. Засыпав оставшийся порох в свои мушкеты, они решили умереть с достоинством. Это была ритуальная смерть. Они сделали это не от того, что были в отчаянии. Это было посвящение. Они верили, что прожили свои жизни не напрасно и теперь их души обретут покой на родной земле. Мятежники покончили с собой. Среди них были найдены тела женщины Брефо и короля Джуна. Обнаружил их французский командующий Лонгвиль. Он продолжил охоту на оставшихся мятежников. Перед тем, как покинуть остров весной, всех пойманных рабов он сжигает заживо. Но принц Акаши и несколько мятежников сумели избежать поимки. В августе они сдаются взамен на обещание губернатора об их амнистии. По пути к плантации Эдриана они понимают, что их обманули. Наверное, это был самый жестокий обман за всю историю войн. Принцу Акаши отрубили голову. Его соплеменников позже отведут на главную площадь города и сожгут заживо. Таким жестоким зрелищем и закончилась история переворота на острове Сайн-Джон. Рабство в Западной Индии не отменяли еще в течение ста лет. Но для Дэвида Найта это еще не конец истории. После находки очередной заброшенной плантации для него открывается новая глава. 1733 Мы уверены, что это место было сожжено во время восстания рабов. Кен Уайлд производит осмотр местности. Возможно, в будущем здесь устроят раскопки. Археологи нашли сито для Мелассы, а значит, это затерянная плантация сахарного тростника. Явно ручная работа. Да. А пока археологи копаются в прошлом Сейн-Джона, местные жители идут к форту, чтобы отпраздновать день, когда началось восстание. Мы ценим начало дня, когда встает солнце, ценим закат и ценим нашу землю. Коренные жители не относятся к событиям 1733 года как к истории. Для них это символ человеческого духа, символ свободы. Эти мужчины и женщины сделали это не только для себя. Они стали той самой искоркой, которая разожгла пожар веры и надежды. Гай Бенджамин историк. Нельзя лишать человека желания быть свободным. Этот исторический факт оставил после себя наследие, которое показало, что за легендами стоят настоящие люди, и люди смогли отделить правду от фольклора. Это была группа людей, которая полностью перевернула систему с ног на голову. Это был необычный протест. Это была настоящая революция. Несмотря на то, что оно длилось всего три месяца, это восстание одной из ярких событий в истории Карибского архипелага. Вооруженные лишь своим умом и отвагой африканские рабы создали первый черный штат в Америке, оставив после себя глубокую память. Для нас они борцы за свободу, потому, что их дух стремления к свободе до сих пор жив и будет жить дальше. Ведущий Джеймс Вудс, продюсер Джун Молгард, редактор Ральф Герман, композитор Паула Галитана. Фильм озвучен звуковым агентством Марафон по заказу канала ТВ-Центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова